Когда ты едешь, у тебя крылья за спиной. То есть вот этот вот... Это надо пережить. Запах солярки всего на свете. Вот это вообще... Я кайфую. Меня зовут Светлана Алексеева. Мне 48 лет. У меня четверо детей. Я водитель автобуса. И в 2017 году я перенесла онкологическое заболевание. У меня рак молочной железы. Обычный рабочий день мамы, водителя автобуса и собственника, скажем так, бизнеса. Я просыпаюсь в 7 часов. Отвожу ребенка в детский садик. Уезжаю на работу. У меня всегда есть чем заняться в своем небольшом производстве. После этого во второй половине дня я уезжаю на пересменку водителем автобуса. И домой возвращаюсь. Бывает в 3 часа ночи. В 2002 году я купила свою первую газель. Тогда девочек не брали водителями автобуса. Нельзя. Было запрещено. Можно было быть ИП на своей собственной газели. Поэтому мне было интересно. Я в период декретного отпуска подрабатывала на своей газели. Развозила продукты. Я водитель-экспедитор. Вообще диагноз, когда ты узнаешь, это всегда неожиданно. В моем случае при раке молочной железы это какая-то шишечка. Что-то надо делать. Наверное, надо идти посмотреть. У меня каждую неделю были планы. Колеса сначала поменять. Потом еще что-то проверить. Потом схожу в больницу. Тут тебя вот этот диагноз накрывает, когда ты узнаешь. У меня эмоций не было. Ты уже попадаешь в ситуацию, когда тебе просто, ну, вот у тебя есть ситуация. Надо решить проблему, выйти из нее. У меня не было денег вообще на самом деле. Даже на проезд до онкодиспансера. Парни мне на работе собрали деньги. Такой пацанский коллектив был. У нас я одна была девочка. Ну, я, наверное, вообще по городу одна водителем-экспедитором. Я просто не встречала. У меня была назначена химиотерапия, лучевая терапия, гормонотерапия. Девять месяцев лечения. Я приходила к девяти и могла уйти в четыре часа. Ребенок был маленький, поэтому семья поддерживала. Мне мама помогала, папа помогал. Сестра с братом, когда нужно было, тоже подхватывали. Очень важно вообще во всех ситуациях переживать все события, когда у тебя хорошая семья. У меня отличная семья. У меня отличные дети. Понимающие и как бы поддерживающие все четверо. Когда я заболела, я поступила в технику. Получила свое первое образование вообще в 42 года. В тот момент, в период заболевания, вот этого обучения, всего на свете. Тогда, раз я не могла водителем быть, я пыталась найти что-то новое. Я написала проект по салону красоты. Когда ты химию получаешь, да, у тебя в определенный момент выпадывают волосы. Это бывает неожиданно. То есть ты спишь и просыпаешься просто утром от того, что у тебя болит затылок. И ты понимаешь, что у тебя влезут волосы. Как бы ты был не готов, да, к тому, что ты будешь лысым, это неожиданно в любом случае. Для женщин это еще больше стресс. И когда ты думаешь, что тебе надо там подстричься на лысо и прийти в парикмахерскую, это непросто. Это очень непросто. В октябре каждый год проходит конгресс онкопациентов «Здравствуй». И мне стало интересно, что это такое. Я зашла туда и посмотрела, и открыла региональное отделение здесь. Здравствуй – это пациентское сообщество, где руководителями являются пациенты сами, онкологические. Если у тебя есть вопрос, можно получить ответ, чтобы потом понимать, как действовать в этой ситуации. Потому что решение в любом случае принимает сам пациент и его семья. С онкозаболеванием надо научиться жить. Даже после прохождения лечения и дальше у тебя уже появляются пункты. В твоем графике появляется поход к врачу. Даже не раз в год, даже два раза в год. Это стабильно, бывает чаще. Сейчас уже, по истечению времени, я считаю, что культура здоровья должна воспитываться прямо с детства. Это просто залог здоровья, я считаю.